С помощью которого можно управлять сиденьем-массажером. Собственно, последний является тем технологическим... Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас видео с канала Мастерская настроений. И это 10 глупых вещей, которые вы можете купить в интернете. Класс, я люблю глупые вещи, я люблю покупать в интернете, поэтому давайте смотреть, что я могу купить в интернете. Всем привет. Глупая, глупая. Мы уверены, буквально каждый из вас знает, что в мире существует великое множество всяческих изобретений, которые могут облегчить вам жизнь. Да что уж там, многие их покупают, с удовольствием пользуются ими и радуются совершенной покупке. Однако существуют и такие штуковины, которые по задумке создателей должны были стать полезными для общества, но в итоге получились абсолютно ненужными вещицами. Хотите посмотреть? Надо узнать, надо увидеть. Итак, это 10 самых глупых товаров из всех, которые только можно купить. У меня экспрессия очень много странных вещей. Я даже заказал такую одну. Она стоит 50 центов. Я приеду, потом в Телеграме покажу. Подписывайтесь на Телеграм, ссылка в описании есть. Унитаз на колесах. Там бывает всякая интересная штука. Знакомый момент, когда вы внезапно застряли в пробке, вам нужно в туалет, а рядом, как назло, ничего нет. Неприятное ощущение. Слушайте, а я могу в Телеграме реально выкладывать свои покупки из всяких интернет-магазинов и так далее. Слушайте, если что, подписывайтесь на Телеграм, я буду там выкладывать. Если вы хотите это, пишите потом в Телеграме. Не согласитесь. А как вы смотрите на возможность сходить в туалет, не выходя из транспортного средства? Что? Бред какой-то, скажете вы. Но как бы не так. Над этим вопросом всерьез задумался британский водопроводчик, который решил построить самый быстрый в мире функциональный туалет, оснащенный двигателем от мотоцикла с объемом 140-х. Ну, это что, ладно. Колин Фурс, именно так зовут этого умельца, потратил месяц на то, чтобы создать этот уникальный унитаз. Шикарно. Он оснастил свое творение бачком с водой, которую запросто можно смыть одним нажатием кнопки на руле. Изобретение этого умельца работает на бензине и может достичь скорости в целых 95 километров в час. Это что все на дорогу будет выливаться. Правда, создатель такого диковинного девайса не учел, что его транспортное средство на большой скорости разбрызгивает воду во все стороны. Да и управлять им довольно непросто. Сам унитаз довольно скользкий, а на высоких скоростях на нем достаточно трудно усидеть. Так что не удивляйтесь, если где-то на дорогах мимо вас стремительно промчится унитаз. Вам не показалось. Ну, это забавно. Ладно, это просто рофл. Симулятор пупырышек. Есть некоторые виды деятельности, от которых довольно тяжело оторваться. Это же пупыры. Кто-то непрерывно щелкает ручкой, кто-то стучит в такт музыки по столу, а кто-то просто обожает лопать пупырышки из полиэтиленовой упаковки. Выдавливание воздуха... А, кстати, видел эти штуки. Они вообще похожи реально на пупырышки. У кого-то была такая шиняга? Которая небольших гадутых полостей сопровождается просто завораживающим звуком. Да, от этого практически нереально отвлечься, пока не лопнешь все до одного. Однако волшебные пузырьки рано или поздно заканчиваются, что может огорчить разыгравшегося человека. Плакать. Специально для фанатов этого процесса одна японская компания представила незаменимое решение. Маленький брелок, который способен заменить несколько квадратных метров пузырчатой упаковки. При нажатии на пластиковую кнопочку характерной формы издается звук лопающейся пупырышки. Чтобы не дать своему владельцу увлечься процессом до бесконечности... Подождите, это, как я понимаю, на батарейках, седата это отвратительная, это ужасная. ...и не впасть в состояние лопательного транса, разработчики безделушки догадались добавить функцию воспроизведения случайного звука после каждой сотни взрывов. Иначе, достав ключи, на которых висит этот чудо-брелок, можно будет запросто простоять у двери несколько часов, так и не попав домой и потеряв кучу времени. Мне кажется, если бы это было реально... Эмулировало физическое ощущение, как-то оно лопается. Это все-таки прикольно, когда... А вот когда это просто, ну это эмуляция, это не по-настоящему. Всего тела. О, прикольно, кстати. Видели когда-нибудь... Вот тут машина не обрызгает. Мы нет. Если вы тоже не видели, показываем. Это изобретение было создано, чтобы защитить все ваше тело от ненавистного дождя. У этого зонта есть... Слушай, это довольно запавная тема. Его нужно так держать в руках, но закрывает он вас целиком и полностью. Конструкция одевается на вас сверху и растягивается от головы до самых ног. Слушай, где... Это как будто заковывает вас в прозрачную клетку и стесняет ваше движение. Однако, если вы встретили знакомого на улице... То, ну, слушайте, тут не сказал бы, что она прям маленькая, но это огромный зонт. К тебе никто не подойдет. Знаете, ты слишком широким становишься. Прикольно. Нет, слушайте, это довольно забавная штука. И, может быть, даже иногда практичная. Если улицы ненаводненные людьми... Ненаводненные, блин. Ненаселенные. Не очень, короче, много людей. Что с моей речью? Я не знаю, простите меня. Не очень много людей. Это, в принципе, прикольная тема. Хотя не обрызывают ни машины, ни какая-то еще штука. ...находясь под куполом такой довольно странной защитной, урывается есть люк в области лица, от которой вы сможете насладиться разговором с собеседником. Если вам все же захотелось приобрести эту сомнительную вещь, будьте готовы к косым взглядам со стороны и направленным на вас камерам смартфонов. Ну, это забавно, странное, согласен. Так, а тут у нас что? Это вещь женского гардероба настоящий трансформер. Она создана специально для фанатов, точнее, для фанатов гольфа, которые и дня без него не могут прожить. Суть причудливого атрибута одежды заключается в том, что с первого взгляда он выглядит как обычный бюстгальтер, но на самом деле раскладывается вот в такую мини-лужайку. Что? Конструкция этого бюстгальтера включает в себя карман для запасных мечей, лунки, а также динамик, из которого доносится фраза «отличный удар» при каждом ударе по мечу. К сожалению, создатели приспособления не учли тот факт, что непосредственно во время игры женщина остается... Это какая странная чепуха. Такой девушка, у вас такой уже откровенный момент, ты снимаешь такой «все, гольф!» «Пью!» «Сейчас подкачу шары!» Только в реальном контексте он будет закатывать шары в луночки. Топлес. Кстати, интересный факт. Компания-разработчик этой вещи также производила бюстгальтеры в виде чашек для супа, а в наборе с ним шли столовые приборы. Вот это чисто рофл какой-то. Киперметические уши. Сегодня технологии, которые еще буквально несколько лет назад нельзя было представить себе в повседневной жизни, используются далеко не для продвижения прогресса. Вот как, например, эти уши... А это какие-то штуки я видел, я уже донос видел. Не знаю, я вообще работаю нормально. В спокойном состоянии и поднимаются, когда вы чем-то заинтересовались. Встроенный датчик очень чувствителен и не просто реагирует на температуру... Некое миме. ...а улавливает электромагнитные изменения мозга. Ну, это забавная тема. Конечно же, такое изобретение могло появиться только в Японии, стране, фанатеющей от разных забавных и даже местами глуповатых гаджетов. На самом деле, мы так и не поняли, для чего конкретно нужна эта странная игрушка. Это просто аксессуар. Просто аксессуар. Прикольный. Ну, не знаю, это просто забавный аксессуар. Так и не можно найти применение. Если вас, к примеру... Для стримеров прикольно, мне кажется. Для всяких девочек-стримеров наверное, это забавная тема. Вполне себе. Понимают родители, этот аксессуар, будучи надетым на вашу голову, поможет вашим родителям определить, что вам действительно нравится, Это забавный аксессуар. Просто забавный аксессуар. Эта штука должна вам понравиться, если у вас есть младший брат или сестра. О, чёрт! Представьте себе ситуацию. Родители отлучились в магазин, а вам поручено не только присмотреть за младшими, но и убраться в доме. Создатели этого детского костюма всё продумали и точно знают, как совместить два в одном. Одевайте малыша в этот костюм, плюхайтесь на диван и наблюдайте, как дело делается само. Этот детский комбинезон оснащён нашим... Ещё главное, макните при этом ребёнка в химсредства, чтобы лучше отмывалось. И вообще замечательно. К концу дня ни ребёнка не в рязи. Ребята, ну как говорится, класс. Два тела одним махом. Из микрофибра, которая обычно используется в шварах. Она сделает ваш пол намного чище и соберёт пыль, пока ребёнок ползает по его поверхности. Это же реально продаётся. что это весьма полезный атрибут одежды, так как он приучит ребёнка помогать вам, сэкономит ваши силы, время и электроэнергию, которую вы потратили бы на использование пылесоса. Правда, такая одежда почему-то не пользуется популярностью. Мы всё же думаем, что это из-за её странного вида. Впрочем, при желании, подобный момент можно изготовить и самостоятельно, оторвав чистящую ленту от швабры и пришив её к домашнему костюмчику вашего брата или сестры, пока не видят родители. Гавайский стул. Внешне этот стул напоминает кресло для офиса. На этом, пожалуй, сходство с офисной мебелью заканчивается. Оно булки разминает. В этом гавайского стула вмонтирован специальный пульт, с помощью которого можно управлять сидением-массажёром. Собственно, последний является тем технологическим элементом, который превращает обычный стул в тренажёр. Его сидение вибрирует и вращается, но не вокруг своей оси, а по кругу, имитирующему движение, как если бы вы вращали хула-хуп. Движение и вибрация заставляют вас постоянно напрягаться, иначе вы просто не сможете держать равновесие и свалитесь на пол. Таким образом, якобы, мышцы вашего пресса, ног, рук и спины постоянно работают, приводя ваше тело в том, что производители данного пассивного тренажёра уверяют, что это невероятно нужная вещь как дома, так и в офисе. С его помощью можно здорово экономить время, ведь пока стол включён и заставляет работать ваши мышцы, вы можете читать, вести телефонные переговоры, работать за компьютером, аниматься бумажной работой. Но, правда, нам что-то с трудом верится, что, сидя на этом стульчике, вы сможете сделать что-то полезное, удержаться бы на этом аттракционе. Ну, я бы, кстати, попробовал бы в таком панакайте, это приятно забавно. Галтер для жидкости. Что? Оригинальный способ визуального увеличения груди для смелых леди, обожающих нестандартное решение, предложили разработчики одной британской компании. Они выпустили бюстгалтер со встроенной полостью внутри, заполнеемой водой, соком или любым другим напитком по желанию владельца. Напиток, разумеется, вполне доступен для употребления. Такой, такой. И в процессе ношения этой деликатной части женского наряда. Выполненная в спортивном стиле из эластичных материалов эта вещица подходит максимальной вместимостью жидкости 750 миллилитров и выпускается в двух универсальных размерах. Я еще попить под воду. Маленьким и средним. Производит от хлебни. Комфортное изделие приношения, заливание напитка и очистки полости от его остатков. Доступ к напитку обеспечивает специальный клапан сбоку со встроенной в него трубочкой. Казалось бы, полезная вещь. Однако про утечку жидкости из-под майки создатели девайца почему-то умалчивают, а мы нет. Так что, девочки, хорошенько подумайте, прежде чем пялить на себя такую сомнительную вещь. Эйр керлер. Девушки и парни с длинными волосами. Это оригинальное приспособление было задумано специально для вас. Если вам надоело постоянно обжигаться горячими щипцами для волос или плойками для того, чтобы сделать локоны, вот оно решение. По задумке производителей, специальный контейнер для кудряшек крепится к фену. Для того, чтобы получить завитки на волосах, нужно поместить мокрую прядь в емкость и просто включить фен. Со стороны кажется, будто ваши волосы находятся в миксере или блендере, но на самом-то деле воздух, выдывающийся из фена, заставляет закручиваться вашу прядь, одновременно высушивая ее. Если честно, нам кажется, что эта насадка не очень-то и работает, поэтому мы считаем ее достаточно глупой. Интересно, она больше как-то растрепала волосы, чем закрутила в красивые, знаете, кудряшки. Например, там бегутени кудряшки закручивают. У Дайсона есть насадка, у Кати Дайсон просто фен. Дорогущий капец, но хотя бы там понимаешь, там все работает, реально все работает. Они там тоже могут всякие кудряхи делать. Там тоже как бы, ты когда сушишь в голову, ты используешь эту штуку, она так наматывает самым воздухом, потоком воздуха. Но там не такая бобина, а просто там специальная насадка. Я не знаю, как-то работать. Я не шоу, маркетолог Дайсон, я вам шоу, этот инженер? Нет, мешай. Ну и работает. А тут она просто распрепала волосы. Занавеска с шипами. Ну и напоследок мы оставили самый бредовый бред. Чтобы экономить воду, дизайнер из Лондона по имени Элизабет Бюхер разработала специальные занавески, которые в обычном состоянии напоминают полотно с мешочками. Однако стоит вам замешкаться в душе, как карманы наполняются водой и превращаются в шипы, буквально вытесняющие вас из ванны. Подойдёт тем, кто привык совмещать водные процедуры с пением или другими занятиями, не имеющими отношения к мытью. Такая занавеска даже была прозвана «зелёным воином». Мы думаем, что тканевые шипы способны вам причинить такую боль, чтобы вы как ошпарины вылетели бы из душа. Однако, вам лучше поторопиться. Прикольный гад. Ну это тоже, это просто такие, конечно, столько странных вещей, к этому ещё надо додуматься. Но это в основном реально глупые вещи, в основном все эти вещи довольно нелепые. Но мне кажется, удивительные изобретения и другие. Мне стул понравился, стул кайфовый. Опа-опа такой. Представьте, я бы стримил такой весь стрим. Да, ребята, сегодня мы играем в God of War. Что с тобой происходит? Да всё нормально. Я просто качаю мышцы пресса. Подписывайтесь, ребята, на канал «Мастерская настроение». Подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Лайк, коммент, колокольчик, подписка. Ну, сами знаете, что надо делать. Мне было бы очень приятно. Всем удачки и всем пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok